Аркаим напоминает мне древний Вавилон. Вон за фармами сверху над горою справа красная луна всходит. Много народу абсолютно разных. Кришнаиты, которые ходят в красивых саре, голые, лысые, в юбках. И мужчины, и женщины раскрашенные, не едят мяса, не ругаются. И все время поют. То есть истощение, я бы сказал. Рядом с ними казахи, русские, с разных регионов. Те уже и мясо едят, и матерятся вовсю. И палатки везде поставили, и машины на машину негде ткнуть. И сейчас везде костры горят. Напоминает мне Катманду. Машины проезжают в миллиметре друг от друга. Пробки, дышать нечем. Туалеты воняют просто мощно вообще. Запах, который режет глаза. И все это снабжено каким-то целым полком милиции. Торговля, религия. Все друг на друге. Еще немного, еще чуть-чуть. Уйдут и плоть, и кровь, и кости. А я вернуться домой хочу. Здесь на земле мы только гости. Ну вот, о чем я и говорил. Милиционеры, люди. Кришнаиты там поют. Шаманы, целители, пиво, кальяны. Цивилизации. А это уже Индия. Чистая Индия вообще. Просто Индия. Дети, семьи. Все пьют, бьют, бьют и пьют. И поют, бьют, пьют и поют. До свидания. Отлично, приехали. Да? Палхазония. Кришна. Кришна. Солнце и черное небо приближаются. И гуляющий гром. Да. Аркаим сегодня. Несколько тысяч человек на летнем солнцестоянии. А весь сербор выбор места. Из-за того лишь, что каких-то 70 лет подряд здесь проживали люди, которые за эти 70 лет выстроили поселение такое круглого типа с укрепительными стенами. И сделали и что они здесь делали? Они здесь топили бронзу, обогащали руду бронзовую и делали настоящие бронзовые предметы. Молодцы. Это было очень клево, круто. Просто делали это они 5-3 тысячи лет до нашей эры. То есть, это 7 или 5 тысяч лет назад. В 80-х годах 20-го века здесь начали рыть, готовить это место к затоплению для большого водохранилища. И, как обычно, во время каких-то подготовок, где экскаваторы находятся тут же работают бригады геологов. И они-то и обнаружили на раскопках этот город, который назван Аркаимом лишь по названию ближайшей горы. Тюркское название Аркаима означает гора, хребет. И ничего это не имеет общего с какой-то письменностью и языком или тем народом, который реально здесь жил 5-3 тысячи лет до нашей эры и делал бронзу в клевых таких печах. Тот народ по романтической версии может принадлежать тем же самым ариям, которые потом там распространились и в Индию куда угодно и культуру сегодняшнюю принесли. И в Ригведе, в ранних Ведах описаны их деяния. Когда на раскопках обнаружили Аркаим, то по принципу этого места, а именно сочленения двух рек, стали в округе искать другие подобные города и нашли почти 28 штук таких же Аркаимов, только других. Ну и названия у них другие. Все это назвали страна городов и действительно люди 70 лет пожив здесь, потом Польшу истощали, переехали в другое место, там 70 лет пожили, плюс-минус 70 лет, конечно, выстраивали что-то. И так, пока они сами не деградировали, не вымерли, не были захвачены кочевниками. на грабли, на грабли, грабли бытовые, крепкие такие, на свои же да наступил, а не на чужие, на свои же да наступил, а не на чужие. было мне было мне больно, было мне обидно, шел по жизни, я во тьме, где пути не видно, я во тьме, где пути не видно, нужен мне в жизни гид, путеводитель, вы люли, да мои люли, истинный учитель, вы люли, да мои люли, истинный учитель, он мне расслабил. Где ходить не надо, вы люли, да мои люли, Шрила Прабхупада, вы люли, мои люли, Шрила Прабхупада, лучше послушать мудрого, святого, чем награблито наступать снова, снова, снова. Здесь ходят, нарезают круги по спирали солярному знаку, загадывают желания на будущее. Ай, это гора, называется гора предков, а та гора любви. Вот так вот. Напоминает мне сейчас уже не Катманду, а Африку. в Африке я был, там тоже темнота, и где-то вдалеке играют и танцуют. Субтитры создавал DimaTorzok репортаж ввел Сергей Ибаев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Буду помогать Тебе». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я орую на любви чудесный свет